Любой гражданин Российской Федерации с 1 февраля может получить безвозмездное пользование дальневосточный гектар. Подробности обсудим с нашим гостем, депутатом Законодательного собрания Края, заместителем председателя Комитета по природным ресурсам и экологии Сергеем Толмачевым. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, действительно ли землю дают совершенно бесплатную? Да, конечно. Землю дают совершенно бесплатно. 5 гектаров дальневосточных. Есть такой закон, Государственная Дума его приняла, и сейчас идет его практическая реализация. Более того, сейчас уже идет этап, когда вводятся более мелкие уточняющие правки. Они тоже проходят через все законодательные органы субъектов Российской Федерации. Поэтому все мы видим, во все это вникаем. Считаю, очень хорошая инициатива, которая позволит желающим гражданам нашей страны переехать на Дальний Восток или те, кто там уже живут, получить землю и соответствующим образом развивать хозяйство, поддерживать инфраструктуру. А это земля какого назначения? Это земля на самом деле любого назначения. То есть там есть и сельскохозяйственная земля, можно там и другими видами деятельности заниматься. Более того, как раз сейчас все уточнения касаются того, какой срок аренды и какой срок получения ее потом в собственность. Поэтому если в течение пяти лет пользуется собственник этой землей, он может получить ее собственность в дальнейшем, передавать по наследству и так далее и тому подобное. И может любые строения делать на этом земле? Строение может делать, вести определенного вида хозяйственной работы. Сейчас все это прописывается в законе. Уточняются, вносятся предложения, и много предложений вносят как раз субъекты федерации, которые находятся на Дальнем Востоке, потому что они там на месте, они владеют ситуацией, но тем не менее это касается всех жителей нашей страны, потому что любой может этим законом воспользоваться. Вообще это, как сказать даже, интересное предложение для жителей нашего края, ну с точки зрения экономики и так далее? Честно говоря, я не знаю, потому что как патриот своего края я хотел, чтобы жители Красноярского края оставались в Красноярском крае или приезжали в Красноярский край. Поэтому здесь нам надо лучше работать над нашими законами, возможно, что-то подобное, выходить с какой-то подобной инициативой, потому что нам не только Дальний Восток нужно осваивать, но и Сибирь продолжать и осваивать, и удерживать, потому что недаром в свое время еще Ломоносов сказал, что богатство России перерастать будет Сибирью. Но, тем не менее, у нас такой острой проблемы оттока населения, как на Дальнем Востоке, нет. Более того, в Красноярском крае у нас и рост населения, естественная прибыль населения существует. И, например, в городе Красноярске у нас там по 30-40 тысяч в год становится жителей больше в городе Красноярске. Соответственно, нет такой необходимости срочно давать им по 5 гектаров, хотя, если говорить о районах северных Красноярского края, возможно, такая инициатива тоже бы имела место. То есть северных, далеких районов. То, что касается Красноярской агломерации, ну, здесь у нас такой проблем оттока населения, что от нас уезжают куда-то люди. Нет, поэтому здесь это было бы, наверное, нецелесообразно. Поэтому считаю, что сам закон очень хороший, он позволяет и жителям нашей страны, и средней полосы, которые захотят заняться какими-то видами дел на Синодальном Востоке, и те люди, которые там живут, да, закрепиться на земле и быть опорным краем нашей державы. Ну, а вот для Дальнего Востока такая инициатива будет ли определенным толчком к развитию экономики? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Эта инициатива очень хорошая, очень интересная, но всегда же дьявол кроется в деталях, поэтому нужно смотреть, как она будет реализовываться. Поэтому это под пристальным вниманием происходит Государственной Думы, Правительство Российской Федерации, и президент лично контролирует эти вопросы для того, чтобы хорошая идея, да, в том числе и хорошо реализовывалась. А какие могут быть опасные моменты вот на этом пути? Что может возникнуть? Какие препоны может быть? Ну, каких-то таких страшных рисков на сегодняшний день не существует. Более того, законодатель всех предусматривает. Ну, там, я не знаю, теоретически, возможно, какая-то скупка, там, перепродажа и так далее. Ну, чисто теоретически, потому что закон достаточно четко прописывает все эти вещи. Поэтому сейчас считаю, что главное – это тщательная проработка и тщательная адаптация этого закона на месте, на местах, конкретно в субъектах Дальневосточного федерального округа. Спасибо вам большое за утреннюю беседу, за эту полезную информацию. В гостях у нас был Сергей Толмачев, депутат законодательного собрания Края, заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии.